Сергей Влазенко Сергей Влазенко Сергей Влазенко Сергей Влазенко Сергей Влазенко Сергей Влазенко Опять-таки, на каком этапе находится Украина сегодня? А сегодня Украина находится на нулевом этапе. У нас нет единой концепции налоговой реформы в Украине. Те нормативные акты, которые с той или иной долей натяжки можно было бы считать концептуальными в этом вопросе, они явно тяготеют перекосами. Потому что концепция налоговой реформы должна быть четко сбалансирована. Она должна балансировать интересы государства с одной стороны, фискальные интересы, связанные с наполнением бюджета, и с другой стороны, конечно же, должны быть учтены интересы налогоплательщика. К сожалению, существующие проекты налоговых кодексов на сегодняшний день имеют явный перекос либо в сторону государства, это налоговый кодекс, разработанный правительством Януковича, и второй налоговый кодекс имеет явный перекос в сторону налогоплательщика. И, к сожалению, могу заметить, как участник ряда процессов, связанных с разработкой этих кодексов, оба документа были, знаете, приняты к 7 ноября, они были подготовлены. Я думаю, что все помнят, как мы сдавали объекты к 7 ноября. А к 7 ноября мы подготовим налоговый кодекс имени Виктора Федоровича Януковича. Окей, подготовим. Тезис номер два. Результат налоговой реформы – это всегда новые правила для всех субъектов налогообложения. На сегодняшний день налогоплательщик и так находится в стрессовой ситуации. Он лишен привычных для него условий. А мы хотим еще его нагрузить и новыми условиями, и новыми правилами в сфере налогообложения. Я думаю, что налогоплательщик этого просто не выдержит. Я понимаю, что налоговая система на сегодняшний день имеет массу недостатков. Но, в принципе, по состоянию на сегодня это некий такой островок стабильности. Как минимум, налогоплательщик знает, как сегодня действовать в существующих реалиях. Тезис номер три. К сожалению, в Украине на последствия экономического кризиса наложились еще и предвыборные компании. Это только усугубляет ситуацию. В принципе, любая налоговая реформа будет не только улучшать положение налогоплательщика, как говорили представители фонда. К сожалению, любая налоговая реформа будет вводить новые налоги, либо увеличивать ставки существующих, либо делать объектом налогообложения то, что раньше не было объектом налогообложения. Также она будет ужесточать процедуры налогового администрирования. Это все непопулярные меры. И ни один политик в мире в предвыборной ситуации не пойдет на непопулярные меры. В предвыборной ситуации максимум, что можно ожидать от политика, это забалтывание процесса. Раз. Это превращение реформы в лозунги. Это обсуждение каких-то возможных набросков реформы, но не более того. Никто не будет говорить о серьезной реформе в период предвыборной кампании. Тем более в преддверии выборов президента страны. Я уже не говорю о выборах, которые возможно состоятся в местные органы государственной власти. Четвертый тезис. В любом случае, как бы хорошо и синхронно не была подготовлена налоговая реформа, все равно в процессе применения будут определенные шероховатости, неточности, притирки и так далее. К сожалению, на мой взгляд, невозможно проводить налоговую реформу в ситуации, когда любая притирка обернется непоступлением денег в государственный бюджет. Мы прекрасно понимаем, что у нас ситуация критическая. Если три месяца не будет выполнена доходная часть государственного бюджета, в стране наступит коллапс. Поэтому проведение налоговой реформы в этот период является, на мой взгляд, практически пагубным для страны. Тезис пятый. Кризисный период – это нестандартная, это нестабильная ситуация. Это период не традиционных, а иногда и временных решений. Временных, я подчеркиваю. Результаты налоговой реформы – это нечто, наоборот, монументальное, построенное на века, построенное, по крайней мере, на какой-то длительный период времени. Это две разных ситуации. Налоговая реформа – это нечто, построенное вне кризиса и не для кризиса. Два организма, больной и здоровый, живут абсолютно по разным правилам. В том числе и по разным налоговым правилам. Несколько коротких выводов. Вывод первый. Во-первых, мы должны для себя понять, как мы видим налоговую реформу. Налоговая реформа – это антибиотик или это все-таки витамины? Да, мы можем применять налоговую реформу как антибиотик, но у нас есть очень большой риск. Для того, чтобы вылечить один организм, элемент организма, мы можем убить организм в целом. В то же время, витамины, все знают, что такое витамины. Это, во-первых, профилактика, во-вторых, это то, что проходит практически безболезненно. Я за витамины. Я не хочу гробить свой организм. Второй вывод. Я глубоко убежден в том, что полноценную налоговую реформу можно проводить только в период стабильности. Только в период экономической и политической стабильности. Когда рейтинг доверия к власти очень и очень высокий. Если оглядываться в историю, я могу для себя четко сказать, что у нас был такой период, это период 2005-2006 года, когда можно было провести полноценную нормальную налоговую реформу. К сожалению, это одна из стратегических ошибок действующего президента. Вывод третий. Сергей, надеюсь, он последний? Последний. Вывод третий, последний. Нужно ли что-то менять в период кризиса? Конечно, нужно. Налоговая система, еще раз повторю, имеет массу и массу недостатков. Но, к сожалению, нужно что-то упрощать, нужно что-то модернизировать, но назвать это полноценной налоговой реформой аж никак нельзя. Это просто адаптация действующей налоговой системы к вызовам кризиса. Вот и все. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.